Впервые в своей истории национальная команда Республики Беларусь по гребле на байдарках Каноэ проводила учебно-тренировочный сбор в Китайской Народной Республике. И мы уже рассказывали о начале этого интересного, преисполненного новизной этапа подготовки. Теперь комментарии наших спортсменов от проведенного периода, открывающего новую страницу истории в жизни отечественных мастеров весла. По моему мнению, он сложился удачно для нас, потому что все шло согласно плана, подготовка была полным ходом. Мы готовимся сейчас к играм БРИКС, всемирным играм БРИКС, которые придут в Казани. Там будет большой спектр программы, одиночки, двойки, четверки. Поэтому команда присутствовала здесь на сборе практически в полном составе. Отработали по максимуму, сегодня был контрольный тест, показали хорошие секунды, поэтому довольны результатом. Мы надеемся, что следующий сбор у нас состоится не хуже, а даже лучше, поскольку в следующем сборе, я думаю, что мы уже будем скатывать командные экипажи, двойки, четверки, и готовиться к тем же играм БРИКС и всемирным играм Дружбы. Вполне возможно, что игры Дружбы в гребле на байдерах Каной состоятся в Беларуси. Их может принять республиканский центр олимпийской подготовки в Заславле. А возвращаясь к тренировкам нашей команды, отметим, что не только спортсмены, спортсменки работали в Китае денно и ночно. Тренерский штаб делал все возможное и невозможное, дабы наши гребцы смогли усовершенствовать мастерство, обрести наилучшую физическую форму, уберечься от травм. Атмосфера в команде позитивная, все хорошо, все поставленные задачи, я считаю, были выполнены. Погода чуть-чуть иногда заставила нас переходить в зал работать. Ну, в этом тоже есть свои плюсы. Мы еще поддержали силу, уделили внимание фоновой силовой подготовке. Также очень большое количество времени мы провели в зале для того, чтобы подготовить наши мышцы к воде. Травм, слава богу, не было, поэтому я считаю, что сбор прошел успешно и с хорошим настроением мы возвращаемся домой. Николай Дмитриевич отвечает за развитие атлетической, общефизической подготовки. Гребцов и его вклад в успехи команды довольно весом. Да, отметим, что мужчины, байдарошники и две каноистки Лена Ноздрева и Мария Попитич тренировались под руководством Владимира Владимировича Шантаровича. А Геннадий Николаевич Галевский готовил байдарошниц, одна из которых поделилась с нами своими впечатлениями от сбора. Подходит к концу сбор в Китае наш. Могу сказать, что сбор прошел неплохо. Были, конечно, нюансы с погодой, но, в принципе, это не минус, как у нас дома. Поэтому считаю, что, в принципе, всю выполненную работу, которая была запланирована, мы и сделали. Готовимся дальше к следующему сбору. Сейчас будет небольшой отдых, около пяти дней. И возвращаемся снова сюда, на эту тренировочную базу, чтобы продолжать тренировочный процесс и готовиться к ближайшим соревнованиям. Сейчас наши ведущие грибцы дома в Беларуси, но уже 14 марта они снова вылетают в Поднебесную, где до 7 апреля пройдет их второй и завершающий в пресс-сезонный период учебно-тренировочный сбор за рубежом. Пока, по словам тренеров, все идет по плану, за малым исключением. Всем спасибо, пожелаем удачи нашим выдающимся мастерам весла и отдельно поблагодарим Дмитрия Викторовича Натынчика за помощь в подготовке этого сюжета из Китайской Народной Республики.